Послезавтра в Контиалахте стартует первый постолимпийский этап Кубка Мира. Изначально большой праздник биатлона спустя десятки лет должен был прийти в Раубичи. Наш спорткомплекс, спортсмены и в целом наша страна своим отношением, конечно же, заслужили этот этап. Но его почти год назад забрали политики. Тогда это остро воспринималось, а сейчас уже чувства притупились. Политическими решениями в мировом спорте вообще уже никого не удивишь. И вот самое свежее. IBU запретил гимн и флаг Беларуси на своих соревнованиях, связав это с участием нашей страны в конфликте на территории Украины. Наша команда терпеть это не стала и возвращается домой. Конечно, сейчас трудно абстрагироваться от того, что происходит вокруг, и сосредоточиться на закрытых или незакрытых мишенях, на стрельбище, на других биатлонных компонентах. Но мы попробуем. На Олимпиаде в Пекине белорусы явно не добрали медали, особенно девушки. Мы много раз давали их комментарии по ходу игры, а сейчас время высказаться тренером. И главный вопрос, удалось ли в горах Джанзякова выйти на тот самый пресловутый пик формы, или он остался позади еще в Европе, когда белорусы феерили на этапах Кубка мира. Сплески физического состояния были, конечно, но самое стабильное состояние у меня здесь. И не могу сказать, что пик был раньше. То есть, возможно, пик сегодня, и он будет держаться до конца сезона. Можно сказать, что, в принципе, мы подошли в очень хорошей форме к Олимпиаде. Пусть бы скептики что ни говорили, но нам удалось выйти на хорошую функциональную готовность. Но стрелковая составляющая, конечно, у нас посыпалась. Но по стрелковой части я бы охарактеризовал интересную ситуацию. Я ее объясню именно так. Первое, что по приезду сюда за 8 дней до первых гонок была такая же суровая погода, морозные с большим ветром. Мы сразу приступили к стрелковым тренировкам. И вы не поверите, что ребята очень сильно перестроились. И мы показывали в ветреную морозную погоду очень хорошие стрелковые показатели. Но после этого прошел промежуток времени, и наступила более-менее комфортная погода. И у ребят стала немножко стрельба разваливаться. С чем это связано? Это связано прежде всего с нервной системой. Нервная система запомнила статические навыки удержания винтовки. И уже работала в хорошую погоду на автоматизме. Отсюда все получились и ошибки. С этой проблемой, с небольшой, удалось справиться, конечно, Антону Смольскому. Он и отстрелялся на четырех огневых рубежах. Для остальных это оказалась немножко такая сложненькая задача. Вот сейчас придется нам поработать в хороших условиях, чтобы вернуть навыки хорошей стрельбы в спокойном состоянии, то есть комфортном. И потом, я думаю, перейти на ветреную погоду не составит нам труда. В национальном плане здесь все в порядке. В плане стрельбы, качества стрельбы здесь, как говорится, немножко у нас получился облом. Были надежды, были надежды, что Эдинара и Аня более-менее справятся со стрельбой. И в плане функциональной подготовки, хода передвижения, вопросов никаких, я уже не первый раз говорил, не возникает. Качество стрельбы, да, хромает. Но, опять же, повторюсь, такие экстремальные условия, которые были здесь на Олимпийских играх, и особенно сегодня, вы сами видели, какой порывистый шквальный ветер иногда просто находился на следующей. Стреляли все, стреляли, скажем, и лидеры плохо, и наши девчонки ошибались. Сложно на сегодняшний день кого-то судить, кого-то, скажем, ругать или кого-то что-то делать. Здесь, наверное, это, учитывая те условия, которые здесь на Олимпийских играх, наверное, это неправильно. Пока не проведем, скажем, глубокий какой-то анализ, не сделаем четкие выводы понятные, не разложим все по полочкам. Да, у нас, скажем так, единственное такое огорчение, конкретное огорчение, эстафетная гонка. Конечно, надеялись, что выйдем и дадим бой, что девочки соберутся, собрание проводили, с каждой в отдельности разговаривали. Все были готовы, все были настроены, хорошо выступить, но не получилось. Такое тоже бывает иногда, случается. К сожалению, выступление не то, что не получилось, оно совсем не получилось. Может быть, день такой попался, может быть, потому что, допустим, сегодня с той же Динаей разговаривали, она сегодня говорит, что самочувствие было прекрасное, двигалось прекрасно, великолепно. То есть и Аня, и в функциональном плане, в хорошей физической форме. Я хочу реабилитироваться и посмотреть, смогу ли я что-то изменить в своей форме. И дальше, после этого сезона, будем думать, менять форму, подготовку. Потому что я понимаю, что этот тренировочный план мне не подходит, и нужно что-то делать. Так оставлять это нельзя. Я думаю, что это больше всего женские эмоции и все остальное. Лена Кручинкина в прошлом году показывала очень хорошие результаты. И как она может говорить, что ей не подходит система подготовки? Она в прошлом году показывала лучшие хода. Да, в этом году есть проблемы, у нее были в подготовке. У нее все лето вывалился подготовительный период. Постоянные, скажем, как объяснить правильно, сказать, в том плане, что были нюансы по тренировочному процессу. Постоянно были ограничения, какие-то, скажем, замены тренировочного процесса, биохимические показатели. То есть нельзя сказать, что она полностью выполнила всю ту подготовку, которую прошла вся команда. Постоянно какие-то были нюансы возникали. И по состоянию здоровья, и химическим показателям, опять же говорю, что приходилось постоянно корректировать ее подготовку. Здесь есть нюанс, который тоже предстоит нам еще разобрать и выяснить. Хотя есть определенные, скажем, выводы на эту тему. А говорить, наверное, что подготовка и не подходит, наверное, это неправильно. Мы с ребятами здесь осознали, что какие бы преграды нам не ставили, кто бы как не смотрел на нас. Мы делали свое дело, были уверены в этом деле, были уверены в себе, в своем плане, были уверены в тренере. И хотел поблагодарить, кстати, и сказать, что все вот это, что я назвал наши достижения за этот сезон, большая заслуга. Конечно, ребят, очень тяжело было, очень тяжелый план, очень много они работали. И на этой же ступени вместе с ними поблагодарить Андрея Викторовича Пазина, который очень сильно настроен мотивационно на достижение именно победы, на достижение результата. Все сделал правильно, я хочу сказать ему искренне спасибо. Да, действительно, мы потянули стрелковый компонент, но недостаточно еще на сегодняшний уровень так высоко, но он позволяет бороться уже с лидерами. Конечно, я очень рад этому, но, как говорится, всегда хочется лучшего. Есть над чем работать, есть размышления, есть новые направления. Поэтому будем стремиться, будем развиваться, как наши конкуренты и составлять более серьезную им конкуренцию. Этот компонент действительно можно улучшить не только Максиму Воробья, но и, я бы сказал, остальным спортсменам тоже бы не мешало. Пусть какой у них там в районе 80-83% показатель среди бестоя, но ничто не мешает спрогрессировать и сделать его 88-90. А что касается Максима Воробья, вы знаете, он очень трудолюбивый, он очень к этому трепетно относится, он занимается холостым тренажом, работаем на скате. У него есть определенные положительные успехи в стрельбе стоя, но иногда происходят срывы своего действия. Мы прекрасно помним, как первые эстафеты в начале сезона он справлялся со стрельбой стоя. А здесь, конечно, случился непредвиденный фактор. Хотя, хочу сказать, при такой погоде, какая здесь была, он на тренировках справлялся великолепно. Это очень сильное давление, очень большая ответственность. Поэтому здесь я бы сказал, что он получил огромный для себя опыт, заряд. Я думаю, он весной, наверное, сделает хороший анализ. Сейчас мы, наверное, скорее всего, поправим с ним изготовку и продолжим работать дальше. К сожалению, на сегодняшний день картинка такая, что пока еще те юниорки и молодежь, которые у нас есть в Беларуси, они еще пока чуть-чуть не подросли. Не подросли, не доросли и, к сожалению, не было подготовлено их. Достаточно даже количества, скажем так. Даже та же Алина Пельчук, хорошая молодая спортсменка, девушка, но приезду сюда, она никогда не была в горах, ее просто накрыло. Она попала здесь на регламентационные моменты очень сильные, на рекомендационные моменты. Можно сказать, что у нее и температура была, и потрясало ее, и все остальное. Человек пока не готов был полностью. У нас есть олимпийская медаль. У нас есть потенциал всей команды. В командной гонке мы это показали. Мы находимся в ТОП-5 Кубка Наций среди мастодонтов. Мы за 16 лет взяли первую медаль в командной гонке. Я поставлю высокую оценку в работе тренерского штаба, сервисной бригады, медицинской группы, обслуживающего всего персонала, тех людей, которые занимаются организацией. Мы за 16 лет взяли первую медаль в командную гонке.